На старом железнодорожном мосту, неподалеку от восточной промзоны, тихо и пустынно. Товарники ходят изрызко. Однако скоро рядом планируют открыть движение значительным потоком грузового транспорта. Первой ласточкой за много лет должен стать новый мост через реку Клязьму. Место, где рассчитывают проложить трассу, осмотрели депутаты Московской областной думы, районного и городского совета депутатов от фракции «Единая Россия». Они отметили, что место подобрано оптимально для того, чтобы отвезти часть транспортных потоков от загруженного пролетарского проспекта. Средства на строительство уже заложены в областной бюджет на 2016 год. Андрей Юрьевич Воробил нас поддержал. Поддержал и деньги из областного бюджета выделены, по крайней мере, первый такт проектирования и начало строительства. Мы видим, что это самое, ну, наверное, на данный момент оптимальное место для того, чтобы рационально использовать те средства, которые будут выделены благодаря именно поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Вы прекрасно понимаете, что имея в городе одну транспортную магистраль, мы не сможем никогда сделать инвестиционно привлекательным наш город. Инвестиционная привлекательность, она заключается в том, что мы здесь могли бы построить производство, у нас очень много промышленных зон, в которых мы могли бы разместить производство, обеспечить рабочими местами жителей города. Вот, в принципе, должен мост идти параллельно этому мосту, правильно? Да, параллельно и уходить в эту сторону, конечно. И получается, он весь поток уведет туда, где он должен выходить? В роду управления? Он выйдет на Заречную. По мнению депутатов, близость к промзоне обеспечивает не только поддержку движению грузового транспорта, но также снимает острые социальные вопросы, которые обычно возникают при строительстве новых автодорог. Это место, почему оно оптимально? Оно практически не затрагивает интересы собственников, так как, допустим, обсуждался очень долго, обсуждался вопрос строительства моста по улице Пушкина. Как вы сами понимаете, сложный момент, да, там не пустишь грузовой транспорт, и там затрагиваются интересы жителей. Здесь, наверное, совершенно правильно сделали первый шаг, это нужен дополнительный мост. Вопрос, где стоял, много вариантов перебрали, но остановились на этом варианте. Он хорош только одним, что он не затрагивает никаких объектов социальных, жилищных, либо земель лесного фонда и так далее. Вот это простота в этом отношении. Средства на строительство нового моста в областном бюджете запланированы, однако единого варианта прохождения нового пути пока нет. Он будет реализован на условиях софинансирования. Щелковский район должен разработать необходимую проектную документацию. Я так понимаю, где-то в первый, наверное, квартал, два квартала года будет происходить работа проектирования, 16 рублей. Буквально вчера, в среду на заседании комиссии по бюджету Совет депутатов городского поселения Щелкова одобрил выделение средств из городского бюджета на проектно-сместную документацию данного объекта. С уверенностью можно сказать, что новый мост призван стать надежной транспортной артерией, которая не только значительно сбавит напряженность на дорогах города Щелково, но и благодаря расположению обеспечит определенную инвестиционную привлекательность городским промзонам. Депутаты в дальнейшем планируют следить за развитием проекта и держать руку на пульсе. Александр Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.